Странно, зачем они поставили эти фонтаны в устьях моста, Большого Москворецкого моста, за которым вы можете увидеть и Собор Василия Блаженного, и прекрасный Кремль, Красную площадь. Как все-таки красиво набережные Москвореки, особенно после многочисленных работ, доработок и реконструкций, произведенных при нынешнем мэре, чего стоит только вот этот вот вытянутый полумост. И обратите внимание, я стою напротив, на небольшой смотровой площадочке. Снуют корабли, погода замечательная, совершенно летная. Вот прекрасный Собор Василия Блаженного виднеет со своими прекрасными неповторимыми куполами сзади. А у меня из головы не идут слова омбудсмена, бизнес-омбудсмена, ну и словечко Бориса Титова, которое он произнес, обращаясь к Владимиру Владимировичу Путину. Так он предложил упростить процесс приезда к нам сюда рабочей силы из стран, внимание, Юго-Восточной Азии. Юго-Восточная Азия, это Вьетнам, Корея, Лаос, Камбоджа, там золотой треугольник, где опии выращивают, опийный мак, все дела и все такое прочее. И он предложил вместо трудовых виз договориться с ним, выдавать им именно трудовые патенты, то есть чтобы люди въезжали сюда без виз. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Простите, я в следующем эпизоде поздороваюсь еще раз, но следующий эпизод не менее важен. И знаете, что тут скажешь, что тут скажешь. Сам бизнес-омбудсмен говорит, что на первое место вышла проблема нехватки кадров и предлагает смотреть на все с двух сторон. Да, безусловно, мол, есть защитники национальной идентичности и все такое, но если смотреть на все глазами прагматика, экономиста, то тогда вырисовывается совершенно иная, мол, картина о необходимом развитии и так далее. Слушайте, я вам честно скажу, я рожденный здесь на землях своей родины человек в этом городе, я имею право на свое мнение и я, безусловно, категорический противник такой инициативы, потому что устроились они, понятное дело, удобно. Можно отчебучивать чего угодно, хотите, уезжайте, мы еще подумаем, пускать ли вас обратно, мол, а вместо вас приедут вот эти вот люди из далеких, но крайне дружественных стран. Происходит картина совершенно мерзкая, если вы сложите 2 плюс 2 вот с дальнейшим эпизодом этого видео, то картина будет совершенно неприглядная, потому что, безусловно, они ставят во главе угла денежные знаки, и эта картина совершенно отвратительная. Конечно, какая уж там национальная идентичность, защита родины и так далее и тому подобное. Гнусная, поганая история. Это не просто этнозамена. Поймите главное, на территории России сосредоточено до 60% различных природных запасов, различных веществ. В то же самое время, нас, людей России, меньше 2% от общего числа населения планеты. Я полагаю, значительно меньше, потому что речь идет о неких все же официальных цифрах, числах. И вымираем мы ежедневно. И никакой даже попытки намека властей на увеличение заботы, на улучшение социальных потребностей, удовлетворения их не наблюдается. В ту сторону они не смотрят. Что ж, там, где правят цифры, разноцветные бумажки, гуманизма не жди. Пятницкий переулок Москвы. А место, где, пожалуй, наиболее отчетливо можно разглядеть, насколько неоднозначна архитектурная композиция Москвы. Вот, посмотрите, это торговые ряды и закреплен нос какого-то баркаса. Вот эта улочка пешеходная, Пятницкий переулок, дореволюционные купеческие дома, с которыми соседствует вот там сзади. Огромная Сталинка, Метронова-Кузнецкая и такой интересный, ничего себе, скажем так, райончик. Вот там сзади пятиэтажная хрущевочка. Если я не ошибаюсь, за ней Сталинский дом и так далее. А вот дом дореволюционной формы совершенно такой необычной. Что ж, к нему мы и направимся, дорогие друзья. Дмитрий Пьянков, вице-президент или заместитель главы банка ВТБ, прошу прощения, о несиленовых формулировках, сообщил, что банку пришлось простить часть кредита представителю некой крайне дружественной и далекой страны. А господин Пьянков не уточнил сумму упрощенного долга, но резервный фонд, как отметили наблюдатели, в том числе газеты ведомости, резервный фонд этого государственного банка вырос более чем на 20 миллиардов рублей. Милая история, которая наглядно демонстрирует умения, навыки, скиллы, скажем так, левелапы государственных чиновников Российской Федерации. Или негосударственных, как удобно, да? Это ведь банк, и он как бы самостоятельный. И при том, что он государственного финансирования, он самостоятельный. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мою деятельность. Описание подскажет, как вот этот дом. Это дом дореволюционный, доходный. Он был воткнут сюда, в принципе, до революции. Здесь, конечно, архитектура района сильно отличалась. Здесь много воткнуто домов 90-х годов, таких тоже доходных, скажем так, но качеством пониже, чем те дореволюционные дома. А район здесь знаменательный. Вот взгляните, пожалуйста, друзья, за моей спиной вы видите еще здания. Прямо они соседствуют друг с другом. Посмотрите, какой милый изгиб улочки. Москва невероятно разнообразный город и город красивый. И как бы на самом деле сами эти улицы вот этой старой части Москвы, они обязывают как-то и вести себя поприличнее и лучше выглядеть. И делают каждого, кто хотя бы раз прошел по этим улочкам, пусть на чуть-чуть, но москвичом. И знаете, что я хочу сказать? Вот какой. Представляете, как мальчишки росли в этих квартирах и перекидывались записками или чем-нибудь еще, игрушками какими-нибудь. Как здесь шалила московская детвора. А теперь в этих переулочках все же тишина. Голдежа того уже нет. Это мне интересно. Вот они затеяли там большую дружбу с Африкой. Мне интересно, чем это все обернется по итогам. И сдается мне, дорогие друзья, что речь идет об очередном большом-большом прощении долгов. Что ж, вот прохожу. Открыты всякие заведения. И вот посмотрите, какой прекрасный храм. Это подворье патриарха московского и всея Руси. Храмы святых мучеников Михаила и Федора Черниговских. И усикновение главы Иоанны Бритечи. Под бором город Москва русской православной церкви. Черниговский переулок. И вот колокольня. Знаете, что меня поразило, друзья, до глубины души. Посмотрите, сейчас мы пройдем вместе с вами. Заглянем в колокольню. Какие изразцы прекрасны в арочном проеме над дверью. И вот колокольня храма усикновения главы Иоанны Бритечи. Посмотрите, какая она красивая. Вот картина, икона усикновения главы Иоанна Бритечи. Господи, помилуй, какая пугающая красота. И вот мы подходим. Я хочу перекреститься, но я не крещусь. В колокольне открыто кафе. Когда я вижу такие кафетерии, открытые внутри часовни, при храме, усикновение главы Иоанны Бритечи становится дурно. Спешу уйти отсюда. Здесь Пятницкая улица. И вот такая вот ужасная история. И понимаете, пока мы не избавимся от этого поганого наследия, так вся эта дрянь и будет продолжаться. Прежде всего, от того, что внутри. Самвел Шахрамян, глава непризнанного никем Нагорного Карабаха, подписал указ о прекращении юридического существования этого региона, этого как бы непризнанного государства к концу 2023 года. Вместе с тем, десятки тысяч этнических армян уезжают из Нагорного Карабаха в Армению. А Армения направила Москве то ли письмо, то ли ноту, прошу прощения, я не дипломат, и не специалист в дипломатии, в том, чтобы совместно подписать договор о юридических тонкостях ратификации Армении признания международного уголовного суда, который в марте этого года выписал ордер на сами знаете кого. Впрочем, это жест такой несколько враждебный и, скорее всего, жест такого отчаяния. Что ж, и жест, конечно, такой, который будет воспринят и уже воспринят здесь, в Красном замке, в штыки. Знаете, я стараюсь держаться подальше от любой политики, любых взаимоотношений такого толка, но скажу одно, лучше политика, чем война. Худой мир, лучше доброй вражды. Как все-таки многолика Москва, Москва-Сити, Красная площадь, собор Василия, блаженна. Он же Макровский садку, он же храм, чеснага и животворящий и грешка Господи. И вот этот... Я люблю Москву за красоту, за монументальность, уют в квартирах, множество интересных, исторических, прекрасных мест и множество замечательных людей. В то же время я не люблю Москву за безразличие, за фильтр, за то, что это город, мегаполис. Если воспринимать его с такой стороны, то это место очень показательное, потому что здесь в начале, в середине, в середине, по-моему, 90-х, во второй половине появился один из первых компьютерных центров, компьютерных клубов в столице. И это был большой компьютерный клуб, он занимал весь фасад первого этажа. И место было такое для многих знаковое. Сюда фрилансеры приходили писать свои статейки, вот какой дом. Сейчас уже года полтора, как этого компьютерного клуба, здесь больше нет. И это показательно, потому что интересы, меняются технологии, меняются людям, уже не нужен доступ в интернет, стационарный, так чтобы приходить, потому что у всех этот интернет под рукой то же самое с кинотеатрами. Трансформация мира происходит, происходит шаг за шагом. Метро Новокузнецкая, Москва. Несмотря на осеннюю пору, судоходство по Москва-реке весьма оживленное. Красоты нашей столицы. колокольня-кафе. Колокольня-кафе. прохожу мимо. Центральный банк Российской Федерации. Осень пришла. Последние отзвуки фонтана. Пятницкая улица, Москва. Посмотрите, как жили до революции. Какой дворец с округлым фронтоном. А впереди виднеются купола храма Василия Блаженного. Собора Василия Блаженного. Одна из красивейших станций Московского метрополитена. Станция метро Новокузнецкая. Красота да и только метрополитена. Красота